Добрый день! Обзор фильтра Люберфиннер PH48. Сделан в Америке. Фильтр довольно таки свежий, как понятно из даты 6 января 22 года. В фильтрах повреждения имеет, поэтому и прислан был на распил. Внутри корпус чистый. Кусочки резинные, не обращайте внимание, это диск от болгарки, зацепил обратный клапан при распиле. Основание фильтра сделано наоборот. Обычно вот эта часть, которая заусенцами подвергается шлифовке, она внутри фильтра, а здесь она перевернута. Сделано вот так вот интересно. Резьба накатана отлично, каких-то вопросов к ней нет. Обратный клапан сделан из морозостойкой резины, в минус 20 ведет тебя как силикон, абсолютно не дубеет, но тактильно ощущение как будто резина такой шероховатый матовый. Фильтр поджат катушкой в закрытом состоянии, но так как здесь все разрезал, сейчас попробую воспроизвести как это. Нет, это не с того конца. Можно и без фетра, будет та же самая имитация. Вставляется в центральную тубу клапан. Вот так вот он поддавливается. Поджат в закрытом состоянии. Все должно быть очень герметично. Заливка герметиком тут как таковая неприменима. Тут сделано чуть иначе. Торцы бумаги имеют очень неровный спил и бумага просто приклеивается к фетру из двух концов. Это что-то среднее между классической конструкцией и между фильтрами. Фильтром, когда вот эти складки между собой, торцы бумаги просто склеиваются. Здесь какая-то такая гибридная средняя версия. В целом, вопросов каких-то нет. Все проклеено отлично. Никакого перетока здесь невозможно. Дешево, но эффективно. Перепускной клапан сделан из пластика. На вид тоже такая конструкция простая, в то же время эффективная. Вот параметры фильтра. Усилие открытия 2,4 килограмма. Диаметр седла 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра это вот этот вот размер, куда опирается седло клапана. Разграничение область низкого и высокого давления. И расчетное давление перепуска получаем 1,36 атмосфера. На некоторых сайтах заявлено для данного фильтра 1 атмосфера, немножко с запасом, что даже лучше. Площадь фильтрации 603 квадратных сантиметра. Возможно маловато чуть для данного типа размера. Но зато фильтрующий материал впечатляет. Вес 14 грамм, толщина 0,64 миллиметра. Фильтрующий материал чем-то напоминает очень китайские фильтры маля. Настоящий картон такой, дубовый, очень плотный, выраженная плессировка. То есть на чем, на чем, на фильтрующей бумаге здесь явно не экономили. Одна из самых дорогих версий. Разрывается очень сложно. Структура волокнистая. Так что материал очень понравился. Центральная туба пластиковая. Прочная, эффективная. Ничего не ломается. Заусенцы здесь такие. Такого и разглядывать смысла нет. Ничего не отломаться не может полететь двигатель. А даже если и полетит, даже если теоретически. Я думаю, этот кусочек пластика сразу моментом перетрет. Никаких задиров на шейках, распредвалов, напрочем, не будет. Так что вот такая вот конструкция фильтра. Американская корпорация, я думаю, заработала очень много денег на такой конструкции. Все очень просто и дешево, но с другой стороны эффективно сделано как надо. Каких-то вопросов нет. Следующий фильтр будет Зекерт и Ашика. Еще два фильтра данного типа размера. Распилим. Посмотрим, сравним, какая там площадь фильтрации. Фильтру ставлю 5 баллов. Было бы 5 с плюсом, если площадь фильтрации, возможно, побольше было по 1000 квадратных сантиметров. Повторюсь, посмотрите два следующих видео. Такого же типа размера будет. Там сможем оценить, какой же все-таки фильтр лучше. Напишите в комментариях, стоит делать таблицу по данному типоразмеру или нет. Потому что резьба все-таки довольно-таки редкая. М22 на полтора миллиметра. Довольно-таки непопулярный фильтр в наших краях. Применяется на чисто американских автомобилях. Chevrolet, Captiva, Camaro, по-моему. Так что так. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует.